Я как-то, говоря на одном из каналов какие-то обобщенные вещи, сказала, что вот население России 140 миллионов человек, и меня поправили. Меня поправили, говорят, не-не-не, не 140, это ты называешь цифру до 2014 года. Сейчас уже гораздо. Сейчас практически 150. Вы знаете, я почему-то не в состоянии назвать эту цифру. Я понимаю прекрасно, что раздаются российские паспорта. У меня очень много корреспондентов на оккупированных территориях, которые долго сопротивлялись, не брали российский паспорт. А потом просто перестали платить пенсию. Просто перестали платить пенсию. И это, конечно, на принуждение. Вы знаете, что лекарства раздают только по российским паспортам. И слава богу, что люди к этому относятся как к какому-то позорному факту своей жизни, что приходится стиснуть зубы и идти брать этот русский паспорт. Но мы знаем по заложникам Херсонским, по заключенным Херсонским, которые взяли, волокли зачем-то в России почти 3000 человек в 2022 года, их, наверное, тоже вынуждают брать русский паспорт. И когда в конце концов их освобождают, 400 человек их освободили в прошлом году, они доходят до Колотиловки, они выбрасывают русский паспорт. Это первое, что они делают, выбрасывают русский паспорт. Слушайте, да, да, люди вынуждены будут пойти проголосовать. Очень многие будут просто вынуждены это сделать. В общем, многие вынуждены будут сделать под дулом автомата. Да, и пропаганда тоже в том числе. Да, и очень много пришлых людей заселяются в территории людьми, которые совершенно не имеют никакого отношения к Украине.